помогает очень сильно прям отрезляет взрыв вот и такой и ты четко понимаешь вот сразу тебя если что-то случается на тебе ответственность русские притесняют русскоговорящие притесняют молдове румынок говорящих все это время неудачный секс в зале такой ха я не один по-моему я упал в оморок по-моему что-то такое было вот здесь мы вам дают деньги вот делать типа творчество свое делайте только давайте вот так под этим углом вот так как в фильме прям конечно страшно но как скажу что-то тебя закроют клоуны и так далее стали героями а те которые считали себя крутыми стали клоунами над которыми смеются то если что-то здесь начнется не дай бог то есть я не буду уезжать х это медиакор я тут не главный проходите ходе так мы на втором этаже можем на лифте можем пешком это первый этаж тут залы собираются все но пока что тут мало что есть потому что не достраивается еще ну на первом этаже архивный такой сейчас посмотрите я не знаю почему такой маленький над он низкий сейчас видите но походу там архивы были нам так сказали раньше всего из переделали под под офисы аккуратно да тут везде написано оттените перекрыл делу верила кап все тебе надо будет наклоняться всегда но мы здесь короче сидим пока что сидим здесь вот это афиша наша только распечатали мы находимся что это же место это наше рабочее место в медиакоре декор новая такая павильон где будет сниматься всякий production будет что-то еще будет я на самом деле мало могу рассказать лучше спросить у заведующих что-то тут уже удалось придумать да конечно нас хочется мы здесь чисто сидим с ребятами по творчеству придумываем сидим там шоу на концерт придумываем стратегию как его продвигать что сделать шутки пишем на приходят ребята мы с ними пишем шутки помогаем разгонять себе пишем шутки пишем на шоу нам какую-то рекламу можем творчество креатив здесь мы придумываем почему украина почему ты выбрал разве он начать что-то делать там началось все здесь просто здесь никто про меня не знал мы уже играли какие-то квн что-то было мы что-то делали постоянно веселились а там мы уже вообще все началось с первой украинской лига квн была называется пул называлась тогда и мы там были очень маленькие не знаю откуда нашли день как-то весело что брали почему украина я не знаю соседняя страна она мы смотрели там 95 квартал там когда появилась лего смеха вообще мы нам очень понравился проект мы очень сильно хотели туда и мы все получилось мы поехали все был болгарский кого там есть общество болга ну я болгарин там половину у нас команде почти почти не все болгары наполовину точнее моя мать украинка папа болгарин два брата молдавана а я почему-то похож на цыгана и когда был болгарский квн там и сообщества в одесской области иск область очень много болгар и наше село тоже болгарская стояновка и нас пригласили диска области нам платили дорогу туда-сюда нам даже выступление в конце дали какие-то деньги над ним были деньги типа гонорар то были вот типа приз что такое 100 долларов было в шоке были на команду тогда были сумасшедшие деньги мы с моим товарищем высказали что вот стояновка за украину поддерживаем впереди победа и так далее был я выложил себя в инстаграме всем привет мы команда стояновка хотим выразить слова поддержки нашим друзьям братьям из украины мы из молдовы но самый яркий момент у нас были именно в украине и будут в украине когда украина победит верим в владимир сандровича верим за сау в сау и что хотим сказать мы вас любим все будет хорошо слава украине и сразу нас все лет такие начали говорить родителям что они такое говорить зачем они это говорят зачем они это делают сразу там все шум поднялся такое я стараюсь не общаться на эту тему ни с кем из родственников вообще в принципе с родителем периодически с отцом немножко ссорился но в целом нормально я пытаюсь не общаться на эти темы потому что я понимаю что не знаю всей картины и не будут разбираться в этом настолько насколько я можно ли таких людей как-то переубедить и показать что на самом деле происходит или это бесполезно что-то говорить доказывать ругаться возможно очень долго это я не знаю ну представляете что это они всю жизнь так жили и ты сейчас им говоришь что вот всю жизнь то что ты думал и как-то там голосовал и что сделал это неправильно почему говоришь что там вот ты неправильно поступал человеку такому ну вот как он никогда тебе не поверить не разрушится его картина жизни это постепенно вот как постепенно вся пропаганда и так далее вбивалась людям так постепенно она и ну выйдет со временем надеюсь было ли в твоей жизни в твоей карьере вот в этот промежуток времени то что ты придерживался одной позиции одних взглядов и сейчас какой-то другой да конечно конечно бы квн это было просто чай творчество было все равно мы занимались чем хотели чем могли и так далее вот это было такое даже я не думаю что политикой патронат почему-то просто играем веселимся несчастны по подъездам и слава богу а сейчас все вообще поменялось я смотрю где выступаю с кем я выступаю что я говорю и так далее ну потому что это важно передача если там какая-то там про русская не на нет там не буду участвовать потому что я буду поддерживать вот это все режим вот эту пропаганду и так далее даже с мином только есть давайте дальше пытаемся зарабатывать все понимаете цены на бензина на соляру вот купил машину на обе зелена вообще никак немножко сэкономить получает а сейчас дизель дороже чем бензин е-мое сэкономить спасибо хорошего дня а как твоя семья на это все реагирует и можешь ли ты с ними найти общий язык на этой почве нет не могу найти общий язык типа с родителями точно с братом могу с братьями могу у брата жена с херсона вообще с херсонской области и у него мама там сейчас и поэтому брат типа вообще в курсе следит за всем с ним мы прям на одной волне мы переписываемся слава украине слава украине героем слава мы прям ну вместе все помогаем что делаем вместе с родителями не сильно могу я не пытаюсь я не знаю что для этого делать пока не нашел способов пока что у меня слишком много эмоций когда у тебя эмоции ты ничего хорошего не будет я не люблю слово не все однозначно ну вот мне вообще мне кажется она здесь сюда не подходит да есть какие-то нюансы есть там вот это вот это но по большому есть факт это война раз есть агрессор это россия 2 напала конкретно то есть это эти факты нельзя вот как-то вот так посмотреть такой угол такой угол это пропаганда называется есть пропаганда которая что-то говорит и они это ты где-то слышит где-то что помогло тебе определить вот где пресловутое добро где зло можно ли это назвать черно-белым да где не может быть вот этого неоднозначного и так далее и вот что помогло тебе понять что вот это так и не может быть иначе конкретно что помогло взрыв вот прям он такой вот те кто сомневаются они просто дома сидят они не видели а вот помогает очень сильно прям отрезвляет взрыв вот и такой и ты четко понимаешь вот сразу тебя жизнь расставила все сразу вы не представляете себе как я вдохновлен до сих пор до сейчас вообще я в а стоят эти все годы которые там жил как я был поражен этим народом сплоченным просто вот такие там в разговорах любовь к родине там в творчестве там в поступках то есть это любовь патриотизм реально вот вот я хожу я видел я просто человек это не где-то там по телевизору где я был и там мы выступали с концертами во всех городах и вот это то что я видел конкретно поэтому я вообще не воспринимаю то что говорят вот это нацист этого за ребят вы когда ну вот эти люди когда они были там вообще на что за вообще бред очень многие известные люди актеры и артисты и певцы украинские пошли на фронт это и группа антитела если не ошибаюсь бомбокс антитела коля серега каково твое отношение к ним и поменялось ли она с началом войны скажу еще что даже визажистка дмитрий монатика девушка пошла и я знаю много девушек которые пошли поэтому какое героических героическими я считаю абсолютно я не знаю я бы очень хотел так же поступить очень но я так не поступил допустим я там не взял оружие и не пошел потому что я не умею не там не воевать не стрессовых ситуациях не знаю что делать поэтому а к ними отношусь очень героически да многие на самом деле мои товарищи которые в киеве они не рассказала что не записывали стерооборону и их не взяли потому что была такая очередь огромная вот еще тем кто пропаганду смотрит и там слушает вот в украине была очередь военкомат очень не брали людей потому что но нечего на тебе дать все мы все раздали забита там нельзя идти домой сиди помогай там волонтерством будьте все такое огромное я видел очереди просто вот всю дорогу пацаны девушки кто угодно вот просто сразу они просто давно об этом думали мне кажется и они такие чтобы я сделал и многие приняли решение задолго до этого я думаю вот ты столько лет прожил в киеве у тебя творчество в основном на русском языке да как относится к русскому в украине ну как относится ну вот я на русском пел там выступал во львове я выступал на русском и три команды у нас были на русском мы выступали во львове люди смеялись аплодировали если были какие-то вопросы по языковому там принципу это только смех только в шутку все было я пришел сюда в одном пиджаке даже не имея рубашки в игре со мной разговляли на мове так и мне не было тяжко никогда никто там ничего не говорил вот такого как бы люди ненавидели и так далее они говорят я ненавижу вот вот то есть это адекватные разговоры нету безрассудного вот такого вот услышал русский язык там эмоции тогда нет это всегда адекватные разговоры я ненавижу русский язык или русский потому что потому что потому что это всегда ну нету безосновательной ненависти либо безосновательного оскорбления нет такого нигде и никогда не было этого это есть какая-то кучка но это и в россии такие люди есть заказать не суть а что касается вот там нету такого по отношению ко мне по отношению моим русскоговорящим товарищем в молдове теперь мы перейдем к молдове потому что я переосознал вот с языком все переосознал и вот что я понял все это время подходили русские друзья русскоговорящие друзья ко мне и говорили такие истории типа вот я на кассе был и она мне сказала в рубицы либо румына терок заколебали типа вот вот такое что то я такой как будто бы поддерживал их постоянно ну да тебе тяжело проблем а сейчас я понимаю что так это же другая страна это молдова это нормально она она может так говорить то есть ты как сказать не русские не притесняют у нас русские притесняют русскоговорящие притесняют в молдове румынок говорящих все это время потому что они хотят в своей стране в молдове говорить на своем языке и они этого не могут себе позволить потому что вот обычный пример если будет там 10 молдаван румынок говорящих и один на русском все перейдут на русский у нас всегда так мы все это знают и я когда это понял сейчас вот опять же благодаря украинцам они вот мне как будто открыли глаза я сейчас это понимаю я пришел я чуть ли не извинялся перед своими румынок говорящими друзьями за то что я вот так постоянно они коверкают как-то но они всегда со мной разговаривали на русском всегда все их еще упрекают что они притесняют да не кира не притесняли всю жизнь подстраивались уважительно лишь бы не конфликтовать да хорошо я поговорю на русском ближе столько не ори ничего мне вот так всегда было у нас и я вот сейчас когда это понял такой капец это просто ну что это что за что это происходило все эти годы и сейчас я стараюсь переходить на румынский я говорю на румынском языке да у нас есть русскоговорящую путей ничего против них не имею я понял что такое пропаганда и как она работает наконец-то благодаря вот этим всем историям она берет какую-то проблемку маленькую маль и продает подает ее на ту свою аудиторию очень утрированно очень например вот так раздувает грубо говоря там закрыли две русские школы в молдове до когда-то там было закрыли там кто-то моя санга либо ну вот другая партия не не прорусская закрыли какие-то там русские школы потому что либо нет детей либо что-то по объективной причине например так пропаганда возьмет эту историю и расскажет по-другому они обязательно они скажут факт да это будет правду но не просто такой угол покажут людям которые люди скажут да они вот притесняют нас вот и все вот в чем про самое плохое что большинство русскоязычных людей они действительно проводят до сих пор эти аргументы что вот закрывают русские школы и вот смотрите я не обращаю внимание на кита экономические демографические составляющие если их спросят притесняют ли вас условные националисты или унионисты как у нас это более часто можно услышать то они скажут да нас притесняют да там русский язык вытесняют из молдавского общества из молдавского пространства у нас информационное поле мы можем с этим бороться это очень длинный процесс долго они долго вот вот в этот момент ты смотришь флешбеки у тебя как работала пропаганда все эти годы ты видишь хоп новость хоп новость хоп новости ты такой как тебя вбивалась на меня сработала я был таким человеком я надо с этим работать конечно они это не их позиция может быть у них был один случай на кассе либо где-то маленький манюсенький где попался какой-то злой человек плюс новости та-та-та-та-та все что то что их питала и все и у них готова точка зрения ну им и и ну да приготовили за них как говорят вот и все а мы просто поступками просто действиям надо показывать мы как сказать я не знаю простые люди зачастую не разбираются в этом не хотя они просто работают работать идут смотрели телевизор а вот что происходит все и говорят об этом они будут лезть в это я завижу поэтому надо бороться на высоком уровне с простыми людьми мы не сможем им ничего так а надо вот на этом уровне где вот эти паразиты один из любимых лид мотивов пропаганда это 8 лет такие даже появились такие шутки свидетели 8 лет и так далее когда тебе задают такой вопрос как ты обычно отвечаешь я ничего не отвечал я не разбирался в этом вопросе я не могу ничего ответить я ничего не отвечал где вы были 8 лет вот что я просто не сильно лез в эту тему но когда начал разбирать вот что я понял я понял вот такую вот примерно что я понял я и раньше знал что там на донбассе были российские войска я такой а что за аргумент вообще когда мне это сдавали такой что за бред вообще я изначально знал что там российской войска просто это не было официально официальным уровнем там всегда вот зеленые человечки говорили то есть путин вел войска и из этого там начала то есть они же виноваты они спровоцировали там войну ну сто процентов это же ясно всем ну то есть не всем ясно но я не знаю как сказать и поэтому для меня аргумент в общении рабочий ну вообще не работе типа почему мы не с unterstützen страдали сопереживали эти 8 до мы сопереживали но все с апер все переживали все смотрели все просто продолжались к и продолжали как то жить но все смотрели новости думали блин когда-то закончится вот там зеленский пришел и сказал что я заканчивай ну мы больше не хотим войны и мы эту войну не начинали но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить мы должны сделать все для того чтобы прекратили умирать наши люди все такие когда ты закончишь его грузили очень сильно когда ты эту войну вот там законе то есть это где вы были они же не просто не следили что мы испытывали в это время чтобы украинцы там я они же не знают вообще что то что мы чувствами было плевать как вообще там обсе от дела потому что российская пропаганда показывает какие-то факельные шествия показывает там сс галищина которая там ну что последователи этой идеологии до сих пор есть в украине не устраивают всякие эти парады потом полк азов да у которого есть военно-патриотический лагерь для детей это все вот так вот муссируется что создается впечатление что это в одну действительно много в украине и там и там и западная и восточная и в центре киева при зеленском проводятся эти факельные шествия и парады сс так ли это на самом деле вообще не знаю что это такое этого ни разу не видел живу я даже у меня в информационном пространстве такое не показывал даже сейчас я такое не видел я не знаю я не видел такого не понимаю даже о чем речь конкретно про нацистов то опять же не встречал я был во львове я видел ребят которые там многих которые не любят власти там вообще русских не любят и так далее но но это я не видел такого прям ультра ультра после того как началась война и после того как ты начал в инстаграме и в тег токи публиковать видео обозначающий твою позицию что происходило с твоей аудитории получал ли ты хейт в свою сторону и как ты это переработал в основном в свою сторону я получал только уважение потому что мне ходить тарию в основном адекватных думающих хороших людей вот получал хейт там немного немного мало я блокировал зачастую кому-то попробовал ответить один раз по-моему ответил вы выложил в story про story свой ответ вот что я думаю вот какой мне ответ на ваши примерные все одинаковые запросы и все я даже не стал ну вот так у меня только уважение там либо кто-то мне писал там вот такая помощь нужна либо вот запиши какое-то видео либо примерно вот такое адекватность спасет мир до адекватности больше в этом мире ну вот нет вот нет нет я недавно видел один видос как один парень плакал и он говорил что как вообще жить в этом мире где добро вообще не побеждает то есть я не знаю я прям будет расстроен что насчет адекватности потому что мне кажется большинство не сильно адекватно вот большинство не знаю не знаю очень часто сомневаюсь в этом сомневаюсь что добро побеждает сомневаюсь что ну как может победить добро если по-любому люди умирают ну как вот это уже не добро это уже это уже такое у меня не укладывается в голове что в наше время человек на такое способен вот человек как личность очень как тот у кого я была школа за плечами были вот шапки альдиакаса как у нас принято говорить да то есть какое-то воспитание тоже велико отечественное потому что то есть каждый каждый в семье там гордиться своими там дедами прадедами которые воевали и мне кажется что все так или иначе прошли через этот момент воспитания того что война это плохо и что этого нельзя вот как может человек сейчас вот на такое пойти очень легко вот сейчас я заметил что человеческая жизнь вообще не ценится то есть это не знаю и до войны это видел я не знаю будет человек вот на бордюре там что-то умирать будет ему плохо будут проходить очень редко кто остановится и и так далее так далее очень слабо начала ценится человеческая жизнь там все про себя да там все просто на таком уровне вот моральные ценности ножка другую сторону пошли деньги вот там популярность там моя жизнь комфорт вот какую-то другую сторону сейчас вот в киеве мне писала подруга знакомые данным переписывались она говорит ван сейчас тут другие ценности сейчас ценен поступок поддержка уважение тут нет денег сейчас сейчас есть вот ты ходишь просто потом по улице тут нужна помощь вот тут нужна помощь тут нужно помочь там сейчас другие ценности и я очень горд за вот этих людей там которые вот почувствуют мир ну как не не мир они испытают другие ценности они будут по-другому жить не в этом мире где там ты крутой если у тебя бренд крутая либо ты крутой ну как даже дошло вот это общество все а в мире где цены не деньги а вот человеческая жизнь пробовали ли вы в российский кита шоу принять участие попасть да мы были вот собственно говоря мы были на кого не пробовали но это просто ужас в плане денег торобы три дня ехали до туда мы еле-еле доехали у нас не хватало денег ни на что там чтобы играть в лиге нужны деньги то есть нужно чтобы ты выступал на сцене тебе нужно заплатить деньги взнос плюс там все дорого там это очень большие деньги плюс они сами далеко и мы один раз попробовали в сочи у нас не получилось нам не понравилось мы потратили кучу денег сил два и мы поняли что мы туда не хотим вообще вот после того случая когда мы были в сочи мы не больше никогда не захотели туда ехать вот это было как раз таки 2013-2014 год кстати это было мы тогда еще не были в украине мы тогда может один два раза выступили на кого они в харькове или в одессе и в одессе тоже и были сочи 2013-2014 год мы еще не знали о событиях тогда мы я честно говоря не сильно следили даже но я помню что мы были на размеши комика и в киеве были вот шины там что такое было видно что беспорядки и так далее хотя это тоже запомнил это было примерно 2013-2014 год примерно тогда мы решили что все вот нравится вот это пошли на лигу смеха пошли на лигу смеха играли в региональной лиге и дальше уже в основной и так далее так далее если в молдове какие-то шоу юмористические которые вот ты можешь сказать что да вот молодцы ребята у них получается да про многих могу сказать кто вообще что-то делает в этом направлении потому что тяжело и потому что это составляет конкуренцию и поможет развитию ну типа на румынском языке там комитет зебра молодцы мы с ними играли еще в квн когда мы начинали только они были приколы они вообще прикольные ребята там а вкусах можно говорить да по вкусу нравится или не нравится но то что они делают юмор и это прикольно то это нельзя спорить с этим камеди зебра прикольная да даже кто там еще кто я просто не знаю кто есть я не знаю но соседи есть соседи допустим не сильно нравится потому что они политизированы и они у них есть пропаганда в их роликах и они не независимая то есть опять же не я не говорю про вкус шутки там есть мечтаны и все такое но именно вот это политизированность то что они заангажированы это мне не отталкивает я не буду смотреть такой контент ну че знаешь какой я дурак я на последних выборах голосовал за Шора и что на я на выборах голосовал за Майя Сандуна так ты Жора не дурак ты дебил как ты думаешь почему это происходит потому что эти ребята действительно думают что они делают что-то хорошее даже через юмор или потому что в этой сфере очень тяжело самому индивидуально пробиться в Молдове да потому что денег нет конечно конечно ну типа у нас раньше вообще не верил что можно сейчас мы как-то пытаемся сами да я тоже был во всяких то есть мы в GMG работали в одной очень маленькой но европейской стране жил один президент и он как продавщица вышел на 15 минут и что ничего, и было все хорошо и выбрали министра обороны, и зажил народ что в этом страшного? страшного? потом вернулся это тоже было под партией вот этой вот короче ну все вы нельзя называть которую не дам можно звездные так скажем и где бы я не про то есть я молодой начинающий творческий человек вот я скажу как молодой все происходит я пытался куда-то мне говорят вот здесь мы вам дают деньги вот делать типа творчество свое делайте только давайте вот так под этим углом а это я такой молодой такой блин ну мне все дают миссия а потом я начинаю делать и понимаю что это политика и это плохо я вот ушел и один раз ушел потом меня сюда позвали я сюда отсюда ушел то есть потом еще куда-то тоже ну уходил постепенно и я понял что здесь нет денег не политических то есть очень мало я не знаю процент какой-то вот так вот сейчас мы пытаемся вот такие инвестиционные деньги привлечь к себе креативным ребятам не политическим образом то есть не через политику я даже мы даже думаем про министерство культуры но министерство культуры тоже тоже политика получается но они на нас на вряд ли выделит потому что это но не знаю короче это другой разговор но не суть моя мысль моя в том что без политики слабо верилось во что-то мне на тот момент мне сейчас я больше в это верю у нас получается какие-то моменты есть партнеры из компании с которым ты можешь рекламную интеграцию им сделать какие-то скетчи для них снять они для тебя там вот это тебя проспенсирует сейчас я верю более в какие-то бит как бизнес мы работаем а как вот политика это все ну мне не очень но еще и мне говорили как то что надо это воспринимать как типа как инструмент да у тебя есть ресурс и вот тебя там твой ресурс хотят использовать например а ты делаешь то что тебе надо от иди что же тебе нравится но мне например такой подход не нравится ребятам нравится они себя комфортно в этом чувствует их позиция возможно совпадает с этим просто в молдове если ты окрасился во что-то тебе потом будет тяжело рано или поздно партии заканчиваются и вот это сегодня эти выиграли завтра эти выиграли а ты как бы не знаю ну ты должен творить будешь всегда в проектах 95 квартала была политика или есть она сейчас конкретно в лиге смеха конкретно да или вообще во всех но в тех которых ты участвовал в лиге смеха конкретно нет то есть там просто разрешали все что угодно если это смешно то есть даже 100 политику приносили ребята и говорили смешно совпадает там с настроением народа и люди такие смеются и поддержит туда оставят общение проблемы если это то есть не смешно и просто спалились ради поли не было такого ничего ребят ребят успокойтесь у меня есть анекдот тему про безвиз попали значит как-то в яму украинец и молдаванин и чё и чё сидим пока а было ли что-то такое что вот например на эту тему шутить нельзя да нет нет такого нет на эту тему есть смешно не смешно то есть там какие-то запрещенные вещи ну в этой то в лиге очень много разрешалось в лиге даже маты были в лиге даже куча всего все когда появилась лига смеха в кого я не там наверное заплакал барин потому что там в лиге смеха было очень много дозволено именно свобода какие по темам и по форме типа делай так и так и так как хочешь короче много было дозволено последняя тема которая сейчас обсуждается это комик нурлан сабуров после того как он поехал в америку он впервые сказал о том что ему страшно говорить называть вещи своими именами и также он неудачно пошутил после чего начались протесты как ты считаешь можно ли в наше время шутить обо всем и нужна ли сама цензура да я понимаю мы с ребятами конечно же мы комики мы это обсуждали мы насчет его типа как бы я поступил да на его месте я считаю что я как сатья против него или как я не поддерживаю то что он делал это неправильно это ужасно то как он поступил потому что популярность опять же это ответственность точно ты получил популярность у тебя есть ответственность эти люди на тебя смотрят они берут себя пример они хотят как ты разговаривать они как сказать ты транслируешь ты вот своей ты мог выразить свою позицию и кому-то кто-то поменял но точно потому что у него там многомиллионная аудитория я думаю что это я верю в это то что там твое вот слово что-то решает он не выразил позицию молчал и просто поехал в америку выступать шутками ну так не бывает но нельзя так война идет ты не можешь это просто так пустить если не про позиция нет войне он мог сказать нет войне он из казахстана у него куча денег я уверен ему бы хватило выехать сказать нет войне и спокойно поехать в америку где бы ему стоя аплодировали нурлан сказал нет понимаешь вот я в это например верю какое право ты имеешь говорить что ему надо уезжать сказали бы эти вот все люди да какое право ну вот такое рассуждаюсь позиции артиста это случилось с нами это вот рядом то есть я там был я видел и мы прям такие а когда вот это в серии был мы такие вот так и там так и там он что-то видел видосы да блин как жаль наверное он так думал наш неприятно необычно окей полечу в америку выступать и он полетел америку выступать не осознавая насколько это серьезная трагедия и как это все ужасно и он себе выступает думая что он нормально поступает он защищает свою семью он переживает за свою семью за себя да окей но ты не представляешь насколько своим молчанием ты вредишь можно сказать вот в америке так говорят что звезда это не просто прийти вот нашел выступить и все и домой это твоя работа работа звезды публичного человека везде где бы ты не находился пришел на шоу ты вот сейчас работаешь пришел на интервью ты работаешь ты ты везде работаешь это твоя работа все фоткаешься на улице с людьми это твоя работа должен улыбнуться обнять человека сфотографируется поговорить с ним быстро и все это твоя обязанность у тебя должность есть такая врач идет по улице больной человек он должен его спасти это его за ну его задачи его ответственность я так считаю и публичная личность вот то же самое ты не имею если что-то случается на тебе ответственность конечно ты должен то есть когда все хорошо ты транслируешь какие-то там проблемы какие ты смелый ты из разрез общества показываешь ты выступаешь и создаешь в зале контекты то есть человек сали он в контексте находится он смеется над шуткой про там неудачный секс в зале такой ха-ха я не один и у кого-то тоже не получилось ха-ха-ха и то есть ты понимаешь что ты не один в этом месте как-то легче да и то же самое с какими-то проблемами то есть комик должен выходить я не говорю что я там такой смелый так далее не на не знаю скорее всего может быть тоже не берусь судить вообще люди изменчивая не могут любую секунду поменяться я вообще непонятно в какой ситуации окажусь меня придавят и я возможно тоже буду негодяем и вот как нурлан там не помню кто сказал ну что тоже шутка была на стендапе я вставлю этот кусочек о том что нельзя в наше время не интересоваться политика это только устал расстраиваться от бесконечной вот этой несправедливой херни который у нас происходит что я реально хотел удалить twitter но и потом понял что по сути это все равно что закрыть глаза в комнате где тебя в жопу ебут это куда узнать что там происходит сзади ну ты я на самом деле а политичен но типа это же не вариант вообще не вариант украина молдова это относительно страна с развивающейся демократией и кто бы что не говорил на свобода слова у нас есть даже да сейчас кричат о диктатуре о том что все плохо им же и дают высказываться в отличие от того что происходит в россии вот как сейчас будь ты гражданином россии ты бы также открыто говорил и называл вещи своими именами и вот насколько важно это делать я не знаю я не был гражданином россии к счастью не был и поэтому я не знаю как бы я поступил конечно страшно но как скажут что то тебя закроют тебя и забьют но в теории можно конечно высказаться и сесть в тюрьму за дело но это не в теории это так а так на самом деле ну вот навальный сидит и что сидит да все его хороший поступок там все уважают блин капец сел вернулся после отравления все равно страну посадили и что потихоньку как-то угасает как будто к нему вот к этому поступку данте его будут помнить он войдет учебники истории но все равно последнее из своего творчества что я слышала это внутренний диалог этого молдавана так мы не бухнязка ракета русы на аэропорт а с эти ветки патриот по составила таможня приму лары я подчеркнул настроение стране как мне показалось называется комедия наблюдений то есть я понаблюдал и было уезжать или не уезжать типа грубо это гришь разговоре чтобы не случилось я не уеду отсюда но сам думаешь блин может уехать но нет у меня тут родители вот это вот это но может уехать у меня же паспорт там румынский болгарский какого там есть у людей и и вот этот диалог все сейчас я уверен что многие про это думают остаться не остаться остаться не остаться я уверен что это есть ну как уверен и общался с людьми это настроение есть у меня конкретно этот диалог стоял в начале но примерно мне кажется его закрыл я думаю что даже если что-то здесь произойдет я уеду чтобы вывести допустим там девушку выведу родителей кого-то знакомых выведу но я останусь мы уже с ребятами обсуждали где мы будем где мы будем сидеть что вам делать то есть я уже примерно так я останусь молдове имеется ввиду что если что-то здесь начнется не дай бог то есть я не буду уезжать не до сих пор об этом думаю мне немножко так давит на это мне но я успокоился потому что я понял я не смог бы там остаться мне не было ни средств денег и так далее ничего чтобы там остаться просто находиться там поэтому и девушку надо было возить поэтому я перед собой спокоен я уехал здесь там родители здесь у меня какая то есть понимаю что тут делать когда ты приехал и нам для себя чувствуешь сейчас я приехал 26 уже был в молдове пересекли мы границу сейчас чувствую себя сколько 50 дней уже прошло 50 дней войны я чувствую себя в кишиневе безопасности и относительно того что там происходит с моими друзьями с знакомыми то я вообще в порядке что вообще про себя ничего плохого не могу сказать только то что я там новости смотрю и сдрагиваю и переживаю это такое считаю это не сильно так можно сказать что я в порядке как для тебя началась война где ты был в это время и какие были первые мысли так я был в киеве на печерске в центре можно сказать с девушкой спали в 5 утра были взрывы прямо взрыв очень сильно я проснулся открыл глаза и хотел будить думал сейчас сейчас начнет она немножко такая ну кипишует если что-то случится и я такой просыпаюсь открываю глаза и думаю чтобы не проснулся она просыпается слышал я такой да наверно кто-то там выбивает ковер наверно кто-то что-то пытался успокоить а потом сильно был я очень боялся то есть я прям вот так как фильме прям сердце бьется сильно сильно и она в три раза сильнее боялась и я все я смотрел на девушку это такое чувство если я был сам это не было бы так страшно а когда ты с кем-то то ну вот ты видишь страх как он выглядит ты вот видишь на ее лице какой он и что страшно было сразу instagram и все мои друзья вы тоже это слышали вы тоже да вы слышали вот все такое везде потом видео всякие и все я понимаю что началось звоню другу ваня вая спал крепко вообще никаких эмоций что что такое и обсуждали обсуждали где-то очень долго она плакала то что делать очень при мораль не знали что делать выехали в 11 часов 12 выехали но это тема того что возможной войны возможного вторжения россии в украину она амусировалась давно это за месяц уже там британская разведка и не только начала говорить о том что это будет называлась дата 16 число и тогда объявляли что вот будет день не единства народного выходите все на площадь нам кажуть что 16 лютого станет днем нападу мы зроби моего днем еднанье відповідный указ я уже подписал цего дня мы вывесиму национальные парпоры вдягнемо синьо-жовтые стрички та покажемо всему світу нашу едность жириновский ныне покойный также говорил что вот 22 будет нападение 4 часа утра 22 февраля я бы хотел чтобы 22 год был бы годом мирным но я люблю правду 75 лет говорю правду это будет год не мирный это будет год когда наконец россия станет снова великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну были ли у тебя такие мысли и больше вот ты не верил в то что это не я вообще не знал я занимался я за в какой-то момент вообще не занимался ничем кроме музыки только музыкой занимался и у меня 16 должен был сниматься клип я весь был в клипе в работе только музыка и говоря звезда а я-то знаю что она то есть просто ничь ничего я не знал и мне звонят и говорят а 16 не будет клипа и почему вот вы на будете вы штука и война не будет ничего говорю бум снимать и все а там рекламодатели которые должна быть быть интеграция все ну было тяжело очень чтобы кого-то привлечь не хотел никто и так я постепенно начал вникать начал читать что за война это то есть я вообще мы перенесли на март мне потом объяснили вот смотри учения российского войска стягивает границам вот я тогда начал интересоваться а так я не представлял не знал ничего про это ни капли вот насколько тяжело было туда уезжать о это самая тяжелая поездка в жизни там когда лишь на юг молдовы тяжелее конечно из-за дорог но тут но тут было очень тяжело это было прям вот мы ехали и в киевской области было машин много на выезде во первых заканчивалась быстро сразу топлива на всех заправках тут закончился закончим боялись не успеть просто во вторых были очереди и когда мы выезжали был взрыв он прям вот мы едем вот тут пробка и тут и все и вот тогда там ну по моему я упал в оморок по моему что-то такое было ну то есть я очень сильно тошнило и вот ты прям вот такой прям вот так но она была девушка рядом между говорю и я должен был не показывать этого и стараться как-то успокаивать что там делал но это была вот истерика просто когда ты в машине и ты думаешь какой-то момент так если что-то будет надо выбежать бежать по полю а куда ты по полю побежишь что-то будешь делать и это когда машина вот так пробки и когда там кто-то вообще не выдерживает как-то пытается подъехать но это прям пробки ну часов 45 но это еще первые два дня потому что многие оставались не верили да сейчас постреляют и нормально все вот такое было вначале поэтому вот я думаю что правильно что мы в первые дни это сделали да было очень страшно было страшно потом возле таможни сумасшедшая очередь была но уже ближе к молдовы я такой да не может быть же чтоб здесь что-то было ну и слава богу ну самая страшная дорога была это мы ехали день ночь и день вот так это из киева в кишнев да с киева до одессы из одессы через басарабяску проехали до чтобы понимать если это мирное время и все хорошо это не занимает такое количество нет конечно же нет до одессы 7 часов до кишнева 4 часа ну так мы приехали ну да это быстрее конечно что ты почувствовал когда вы пересекли молдавскую границу ой ну облегчение как-то вот и солнце даже было вот я приехал молдову и было солнце и я такой я с первая мысль какая у меня была я такой надо помогать людям я так сильно боялся что я понял что вот представляешь сколько сейчас таких людей это я там напугал а кто-то там кого прям рядом взорвалась или кто-то вообще не дай бог умер я такой надо помогать людям и тогда в первое у нас слава богу все молдаване очень активизировались и прям на полную но все это знают что было и меня друзья вань что там я звонил сразу этим этим давайте надо помогать что там мы первые дни прям нормально так активизировались потом по запросу мне кто-то писал я давал либо контакты либо там через знакомых либо ну вот так часто себя еще корю за то что уехал очень часто не знаю вот мы приехали мы выступаем мы поддерживаем общаемся помогаем где можем людям я думаю что как будто бы я здесь полезнее чем я остался там чем бы я остался там все-таки я себя успокаиваешь полезнее ты активно ведешь соцсети тик ток инстаграм как изменился твой контент после начала войны я первых создал тик ток на румынском чисто языке и начал вести разговаривать там на румынском и петь песни тоже чисто чтобы развиваться как-то и не бояться с ошибками говорить контент как изменился да я вообще не знаю про что не знаю пока что еще не сформулировал мысль что я могу себе позволить как и мне выкладывать могу ли я что-то веселое пока так ну если надо помочь по-любому я сделаю репост какой-то там помощи сбор средств или что там случилось быстро либо тревога я по-любому сделаю или там что-то отзывается моей позиции я сделаю по-любому репост а что-то из творчества но не знаю не знаю как поддержку вот я пел украинскую песню то мне очень нравится стефания которые на евровидении будет меня очень нравится вот я ее пел насколько легко сейчас привносить юмор в контент в такой ситуации юмор в контент мне очень тяжело но мы делали концерт 1 апреля сандап детокс называется специально что в детоксом то есть вот такая формация чтобы людей был детокс немножко от этого всего то что происходит чтобы не успокоились расслабились и был невероятно смешной концерт люди просто взрывались потому что они все не знали что делать как реагировать можно ли смеяться можно ли общаться на с тем а мы выходили и говорили очень резкие шутки касательно войны касательно там наших каких-то позиций и так далее и люди прям такие выдохнули можно это смеяться я не один такой вот я считаю что наш концерт очень помог на вот мы будем делать ежемесячно такие концерты от 6 мая тоже приглашаю насколько важен юмор сейчас да очень важный что очень важен но именно оффлайн наверное тут надо быть очень аккуратным с этим просто смотреть юмор какой-то отличенный я я не я не знаю сам мне тяжело на ответить но я считаю что это очень важно вот пойти на концерт какой-то вот такой комедийный либо спектакль так далее это очень важно вот ты пришел ты посмотрел ты расслабился ты понял что ни один можешь себе позволить посмеяться и так далее ну надо продолжать жить тоже часть жизни ты когда-то говорил что тебе нравится юмор зеленского после начала войны восприятие поменялось кто он больше юморист или лидер нация мне вообще когда-то не спрашивали если у тебя кумир и у меня вот зеленский был кумир из грамм начинали только у меня был кумир как человек который создал команду продакшен творческую такое творческое объединение я такой блин классно мы сейчас либо поиграем выиграем потом создаем что-то такое вот молдове сделаем тогда вот я так думал вот равнялся на него смотрел когда он стал президентом я тоже очень сильная всегда с ним к нему относился очень с большой любовью уважением не знаю потому что начали просто как человек который вот делает а потом я с ним познакомился и это усилилась еще сильнее потому что он был ну как человек хороший вот с тобой общается вот мы там какие-то шутки накидывали он нам говорил вот так вот подсказывал как-то хотя он был уже ого-го какой человек алло володя здорово коллега слушаю тебя в кабинете розетка есть да 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 я тоже офигел да 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 я тоже шучу ты конечно молодец начале всем сериал показал потом президентом стал а наших меня выбрали да я тоже всем сериал показал не или не не свой твой слуга народа а потом говорю а я его знаю так и победил и это конечно не может не подкупить когда он стал президентом все равно ноги на него гнали так далее я всегда я просто не сильно следил если честно уже так быть откровенными я не сильно следил там за всеми его косяками не понимал что ошибка его что не ошибка я не во всем разбираюсь но я все равно верил в него я знал что он попадет ему будет тяжело его будет обливать грязью потому что он попал из другой сферы он вряд ли был бы компетентен сразу все разрулил потому что там все закостенело очень много лет выстраивался эта вся система он пришел для меня сам факт то что он пришел это уже вау потому что это дало надежду всем что что-то изменится что что так можно вообще чтобы чувак в чувак извините чтобы вот вот артист с другой сферы да просто парень который в крыс кривого рога вырос сам себя создал и потом шел президент и но это было не все такие да там олигархи там чё не получится он нет его берут нет стал и сейчас вот то что я вот долго как будто хотел чтобы эти люди закрыли свои рты это сейчас произошло он доказывает это своим героическими поступками то что он остался то какие решения он принимает то как он вот поднял кулак и говорят за мной вперед я знаю что делать я вот так решил и его конечно же поддерживает большинство но вот все таки сейчас когда ты слышишь фамилию зеленский это чувак прикольный или это человек который сейчас ведет за собой людей и противостоит агрессия это даже что-то больше это прям до герой такой прям для меня . я когда смотрю сейчас его я прям переживаю не знаю мы общаемся с друзьями такие вот сейчас его просто обнять поддержать есть вообще в жизни если кому-то тяжело просто вот поставьте себя на его место просто подумайте на секунду каково ему сейчас но представляешь каково ему сейчас на его страну напали он пару лет занимался только что вот занимался юмором просто и там творчеством а сейчас вот напали что у него как у него поломалась и перевернулась картинка и он с этим просто справился то что он просто вот так сидит да у него уже глаза плывут да ему плохо но он держится видно что он держится видно что он боевой настрой он поднимает людей он так говорит то есть я очень его уважаю не знаю безмерно просто буду всегда его российская пропаганда и те кто верят этой пропаганде называют его клоуном наркоманом вот глаза плывут не из-за усталости а из-за того что он скорее всего что-то употребляет ну я даже не знаю кроме матов у меня ничего не приходит новым этим людям сказать потому что ну ну какой же вот как сказали клоуны так далее стали героями а те которые считали себя крутыми стали клоунами над которыми смеются что в тебе изменилось навсегда и даже после войны уже не придет на место надо ценить жизнь вот я прям такое думаю мы так разбрасываемся временем просто там раньше я вспоминаю про дни до войны что-то лежишь целый день что-то тебя не устраивает как загружается инстаграмм или они закипит припоминают какие-то мелочи вот такие именно мелочи прям знаешь там твои твою еду не завезли не принесли такую либо тебя-то не так обслужили либо ну где-то там наверху вот эти потребности мизерные я сейчас так этому отношусь прям тошнота какая-то у меня когда вот это все комфортные штуки говорю понимаю что сейчас стране у нас будет тяжело мне частности я русскоязычный и мне тяжело вот такую позицию высказывать потому что будут очень много против меня людей но тем не менее я не знаю мне кажется мы справимся и все будет хорошо во что ты веришь верю в себя зачастую в основном но когда что-то случится прям такое и я такой рассыпаю знать и не надо как-то собраться и тут уже на помощь приходят друзья я верю и в это и в это такое подкожный человек знаешь на словах герой она дед но такое